Всем привет, с вами проект Первого Варка, пивоварня Bear Brew в рамках проекта ЧБ. С вами Гоша Грибс. Всем привет. И Саша Гендаль. Ну, да. И сегодня мы будем с этих двух бутылок пить три разных пива. Это пивоварня Evil Twin из Соединенных Штатов Америки. Значит, сварили пиво. Это янь, это инь, а вместе они инь-янь. Значит, это двойная ипа. Это имперский стаут. С одинаковой они плотностью. Или нет. Ну, алкоголи в них по десятке в каждом этапе. Вот. И сейчас мы будем пробовать их раздельно, а потом попробуем их, так сказать, собрать. Да, вот в этот бокальчик в пропорциях 2 к 1, как у самих пивоваров, и получить их третий сорт, который называется инь-янь. Так, это надо чуть-чуть отлить. Как-то так. Ипы нам нужно оставить побольше. Осталось-то поменьше. Ну, нюхай. Вкусно. Красиво. Бокал плохо помыли, ну и пес. Попробуй, попробуй. Попробуй, что ли. Двойная ипа, в которой очень много горечи, но, тем не менее, он очень сладкий, очень вкусный. Такой очень-очень питкий сорт. Отдельно пить его. Рамок прикольный. Удовольствие, конечно, очень большое. Не сильно охмелено, но вот эфиры здесь такие какие-то клёвые. Кефир. Пока я пью ипан, ты можешь приступать. Ипан, мы будем им перцы открывать. В нём даже, знаешь, тут вот прям всё сжёночка. В нём тоже какие-то такие, там, тона риса. Вот он ипан. А этого поменьше. Вот так вот оставим. На глаз всё, конечно, посмотрим. Попробуем. Имперский стаут. Сам по себе очень вкусный. Очень сладкий. Видишь? Сорт. Пить, который, на самом деле, большое удовольствие тоже. Очень вкусно. Что скажете? Коллега. Знаешь, в том и другом очень резкий запах спирта, при том, что во вкусе его нет. Я вот не почувствовал почему. А у меня в запахе он как-то бросился. Георгий у нас сегодня более чувствительный к алкоголю. Причём, знаешь, даже вот налили бы мне бокал, да, я предположил, что какой-то винный портвейн, может, там, что-то такое, напиток. Ну, кстати, очень вкусно, мне понравилось. Нет, я даже не сказал, что это пиво. Но если бы с закрытыми глазами дали, то понюхать этот стол. Не знаю, ну, пока больше у нас наслаждается, мы будем... О, кстати, такой мягкий. Мягкий, очень вкусно. Запах такой брутальный, знаешь, такой тяжёлый. И при этом довольно-таки удовольствие. Удовольствие его выпить. Итак. Пену нафигачу. Классная, какая красота. Да, умеешь, поманёшь. Ну, вот пена в ходу бедно отстоялась, и можно попробовать того, что тут мешает. Сейчас ещё немножко так вот в мотанию. Чтобы размешать. Не знаю, насколько это поможет перемешать всё это, но... Пахнет хмелями, а не пахнет совсем перцем. Послушайте. Очень вкусно. Очень. Вот это прям надо вот двойного такого взять, который они уж сами прокупажировали. Потому что здесь хмелевая горечь из ИП соединилась с тёмными саладами. И вместе дают просто потрясающий вкус. Всё отлично. Мягенький такой напиток. Да, очень вкусно. Мне кажется, единственная разница может быть в том, что если они копажируют в бутылку готовый сорт финь-янь, то как-то там вкусы немного утрясаются, наверное. Хотя здесь тоже баланс хороший. Хороший баланс, очень вкусное пиво. Ну, а вот так вот они выглядят по отдельности. И вот они вместе. Так что пиво объединяет. В том числе и пиво. С вами был Саша Генгер и Боша Грибс. За камерой. Пейте вкусные меры. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Ставьте лайки. Инстаграм наш. Листайте. Подписывайтесь. Вконтакте группа. Вступайте. Все хорошее. Пейте вкусные меры. Что мы еще не сказали? Все, пошли вариться дальше. Да, то у нас сейчас уже... Водичка уже подходит, надо уже засыпать. Всем пока. Всем пока.